Сегодня вышли в 5.30 на рассвете Идем по отлично маркированной тропе С поселка Веселая в Новый Свет А это специально для того, чтобы люди осознавали свои габариты Толстым здесь не место Ну а еще это по всей внести ворота, которые отделяют бухту Веселая от Нового Света Победы православному царю нас отвратимые дару я И твои сохраняя крестом твоим жительством И отца, и сына, и святого духа, аминь Так замечательно оборудуют уже тропы в Крыму То есть здесь мы видим карту маршрутов Которая наслечается от Катлахской бухты Это где мы сегодня вышли, это село Веселое Вот мы сейчас здесь Вы не поверите, называется Долина Ада Не зря мы благословляли крестом это место Хотя понятия не имею, что именно так называется Хотя вчера вообще-то мы ночевали в гостинице Рай Ну такой хостел Но мы говорим так Лучше в дешевом хостеле эконом Рай Чем в пятизвездочном Аде Ну вот сегодня оказались в Аде Мы его благословили Здесь есть три монаха, корона И вот такая карта Где в том числе даны направления Вот Катлахская бухта налево Долина Рая 230 метров Мы в нее сейчас зайдем тоже Царский пляж И то, куда сегодня мы идем Это через мыс Капчик Поселок Новый Свет В него два входа До одного два километра До другого три шестьсот двадцать Ну сейчас мы поизучаем По всей видимости есть верхняя тропа И наверное более нижняя Ну а так вот замечательно все расписано И здесь сразу предупреждение Вот такие есть розовые цветочки Которые оказываются Осторожно купина Дают вот такие вот ожоги Ожоги похожи как если мы Допустим потерли в руках борщевик В его как говорится В такое самое опасное время Ну и опять таки вот Плещ Которого крупным планом изображают Чтобы вы его не перепутали С чем-нибудь другим Вот что-то по мне уже ползет Возможно вон Нет, не он Пол седьмого утра И такое яркое солнце Выходим из долины ада Которую осветили Нашим крестом И идем в новый свет Навстречу солнцу Все знают Шампанское рев Голицын Вот это те места В которых Любил Бывать и жить Голицын Вокруг здесь виноградники Красного света Ну а мы пойдем посмотрим Что же это за кресло Голицына Нельзя сказать, что Очень сложно Но минимальная физическая подготовка И растяжка Необходимы Чтобы Ходить по таким участкам Но все равно будете аккуратны По всей видимости Здесь Откроется вид На бухту Новый свет Вот здесь вот эта вот Бухта Это как раз Где вшли съемки Пирата 20-го лет Ну по крайней мере Что мы такая С пацанами были Мы Тренировались Били по грушам Растягивались И ходили драться На соседней улице Считаю, что они пираты А мы значит Защитники отечества Ну вообще Очень живописная тропа Удивительно Я иду все время Фотографирую Уже забил весь чат Не говоря о том, что Лестницы есть Просто из Корней можжевельника Ну и вот такое вот чудо Прям богатырь Засохший Знаете Мога там Спящий И удивительно Стоит же Просто красивейшая тропа Наверное Одна из самых красивых Мест По которым Вот мы уже прошли Более 200 километров Бухты Где снимались Фильмы Такие как Пираты 20-го века Ну вот такие Информационные стенды Стоят на тропе Здесь рассказывается Об истории Открытия сосны Станкевича По другому Она еще называется Сосна судакская То есть это Непосредственно Небольшой участок Орел Крыма Где именно Эта сосна Произрастает Там даже удивительно Что такие вообще Сосны Вот могут Здесь расти Вот такая красота Это тоже засохшая сосна И вот стоит Внизу Под нами Царский пляж А здесь наверху Тропа проходит Через практически Густой Можжевеловый лес И все это Великий русский путь Это скорее всего Самый красивый Участок тропы На всем Протяжении Великого русского пути Спускаемся На Царский пляж Вообще он Немножко в стороне От нашей тропы Но ради Такого знаменательного Места Решили Все таки Немножко свернуть Я думаю Один из плюсов Этого пляжа Заключается в том Что на машину Туда подъехать Невозможно Вон Гаричка Очень Песок А вот такая Мелкая Прям как Не знаю Как чечевица Наверное Размером Вообще Такая Уютная Бухка 10-12 вода Это конечно Не ключи Как у нас Подмосковье Гремячий Где 4-5 Каждая тропа Имеет своего Ангела-хранителя Или нескольких И это в общем-то Та практика Которую нужно Распространить На всю Россию Чтобы тропы Были не сами По себе А у них Были те Кто за ним Следили И вот люди Которые Следят за Тропой Голицына Вот Сделали такие Заповеди Береги Не разоряй Не мусори Не пугай Не торчи Не рви Не жги И вообще Я бы добавил Будь человеком Перестань быть свиньей Ну и помимо Этих заповедей Конечно Надо заповеди Соблюдать те Которые дал нам Господь Иисус Христос И тогда Все у нас сложится И Россия Будет ковчегом И мы с вами будем Счастливы Любить Уважать друг друга После того Когда научимся Уважать то Что нам дал Господь Так что Соблюдайте заповеди Троп И заповеди Которые нам дал Господь Очень много фильмов Здесь снималось Советских Причем достаточно известных Для меня было открытием Что 3 плюс 2 Здесь снимали Но Остров сокровищ Это более-менее понятно Где же Кроме как здесь Любовь к ближним Не понять А вот Спортлата 82 Удивительный фильм Подожди А где же Вот они Пираты 20 века 79 год Вот они высаживаются Прямо здесь Ну виды конечно Божественные Когда идешь И любуешься этим Думаешь Как милости в Господь Сколько нам всего дал Да Мы занимаемся Непонятно чем Дорожку К сквозному гроту Очевидно Делали В давние времена А может даже До революции Такую серьезную Каменную Выложили стенку Сейчас бы Наверное Не стали Заморачиваться Поставили бы Столбики И какое-нибудь Ограждение Простенькое Здесь просто Настоящая Каменная стена А вот мы Входим В сквозной Грот Но он Полностью Соответствует Своему названию Действительно Грот И действительно Сквозной Высокий Потолок Прямо Как В католическом Храме Замечательная Акустика В том числе В этом гроте Но видно Еще в царское Время Потрудились Над тем Чтобы сделать Сюда Дорожку И прорубить Небольшой Проход С той стороны Но данный Грод Упирается В море 7 апреля Мы вышли 10 августа Будем В Москве В Новодевичьем Мостыре Пройти Нужно Чуть больше 3000 километров Но десятую часть Плюс-минус Мы уже прошли Ты с нами? Ну инициатива Это общая Изначально Было Богословение Патриарха В 15-м году Проложить Паломническую Тропу С Москвы До Соловков В 21-м году Мы с Валерием Шанином И с другими Друзьями Вышли из Москвы И дошли до Соловков Да Но сразу Родилась тогда Идея И Валерий Как путешественник Известный И много Походивший По миру Сказал А чему с Москвы Идем до Соловков Если идти до Соловков Надо идти От Черного моря До Белого моря А если от Черного Это значит От Херсонеса А если От Херсонеса А это Корсун Значит Надо идти С Корсунским Крестом И таким образом Это не рожденная Идея 5 минут Это идея Которая Рождена Во время Хождения На Соловки В 21 году И таким образом Вот родилась Такая идея И сейчас Мы идем с Корсунским Крестом Который является Малой копией Корсунского креста Который хранится В женском Никольском монастыре В Крестуаль-Залевском Который Размером 2,35 На метр 35 То есть Он Вот такой Тоже мощевик А это малая копия Которая Благословлена Матушкой Иисторией Егуменитов Монастыря И вот Мы его должны Будем принести В Переславль-Залевский После Москвы Это еще Приблизительно Где-то 250 километров И туда Мы придем 19 августа На преображение И передадим Этот крест Ей Будут силы Потом С этим крестом Дойдем еще раз До Соловкова Ну если Бог Представит А так Мы там уже были Так что Присоединяйтесь Юлия Масштаб Масштаб Да Мы сейчас Идем В Новый Свет Вы куда идете Ну потихонечку Туда же Ну присоединяйтесь Пойдемте вместе Ну сейчас еще Ну ладно Тогда присоединяйтесь По крайней мере Вот в этом Гроте Да Спасибо А вы сами Откуда Вы с Москвы Да Ну вот видите Где можно еще встретиться 10 августа Приезжаете В Новодевичий монастырь Это 500-летие Новодевичий монастыря Да То есть И мы идем В том числе В рамках Празднования 500-летия Этого монастыря А Новодевичий монастырь Какая святыня основная Это Икона Смоленской Божьей Матери Адегитри Которая Иначе называется Путь и водительница Вы же любите путешествовать Значит И ваша покровительница Все Так что Вот так вот Уйти Господь Неспровидимый Вы человек верующий? Он есть Немножко Немножко На пасху Входите На службу Да Пойдете в этом году Да Да Вот тогда Вам сам Бог Вел Приложиться К данной святой Вот прямо здесь Вот частица Христа Господня Все Вы приобщились К великому русскому пути Ну вот выходим Из грота Голицына И к нам сегодня Присоединилась Юлия из Москвы Которая здесь отдыхает Великий русский путь Это вообще Грандиозный Комплексный маршрут Он включает в себя И другие Более мелкие тропы Мы начали с Херсонеса По Севособольской тропе Потом шли По Крымской тропе Вот сейчас у нас Тропа Голицына Дальше будет Большая Воронежская тропа Потом будет Зеленое кольцо Москвы Дорога в Лавру И все эти тропы Являются Со мной частью Великого русского пути Тропу Голицына Все-таки оградили Вот такими Прекрасными ограждениями Чтобы народ Случайно Зазевавшись Не свалился Падать Далеко Это связано с тем Что здесь Курорт Новый Свет И народу летом Очень много А мы находимся В то время Когда народу мало И особая благодать Стает Мы все еще продолжаем Идти по тропе Голицына Дрог где-то впереди Жирописнейшие виды Просто невероятные Удивительно Но приходится Круто подниматься Тут конечно Все благоустроили Типа ступенек сделали Ограждение Дрогождение В 1800 А 1912 Году Российский император Николай II Побывал в Новом Свете Со своей семьей И проходил По этой тропе И был непосредственно В этом месте В этом гроте Еще удивительное Событие Ну по преданию По крайней мере Говорит другой у нас Стэн Что здесь Вступал Шаляпин Вообще Это очень известное место И я думаю Что нам имеет смысл В том числе Здесь попробовать Спеть Ну как минимум Царю Небесной Ну на этих фотографиях Мы видим Что была прогулка Царственной семьи Князь Лев Голицын Сопровождал По этой тропе И по этой фотографии Мы видим Что эта тропа Была построена И вот эти вот Каменные ограждения Это как раз Те ограждения Которые были сделаны Князем Голицыным Возможны Как раз Приезда императора Так что мы идем По тропе По которой ходил Сам государь Николай II Со своей семьей Это вот такая Страта На которой Выступали разные Артисты и певцы И по преданию Здесь выступал Шаляпин Я не тяжелаю Там подниматься А спою Здесь Помоимся ПЕСНЯ 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 По всей видимости Голос Шаляпина Был гораздо звучнее И заглушал Шум моря Хотя Шум моря Да, это такой Как бы интересный фон Вообще Очень интересное место Всем рекомендуем Здесь побывать Вообще Удивительные виды Благоустроенные Тропинки И люди Которые Люди Которые Сегодня здесь За этим Присматривают Видно Это место Дорого Потому что Мы нигде Не видим Мусора А это говорит О том Что Все таки Люди Здесь Следят За этой Тропой И это Как один Из примеров Того Как должно Быть по всей Руси Ведь в каждом Месте Есть удивительные Места Которые Можно было бы Оборудовать И на этих Местах Проводить В том числе И вот такие Какие-то Возможные Мероприятия По всей видимости Летом Здесь Приезжают Артисты И выступают Потому что К этому Тут все Приспособлено Ну и мы видим Здесь бочки Видимо Здесь в том числе Хранились Бочки с вином Потому что Здесь прохладно Нет прямого Солнечного Света И вот такой Как бы Свежий Бриз С моря Наверное Создает Те уникальные Условия Которые Позволяют Вину Правильно Настаиваться Вчера Здесь было Очень много Воды Шторм Был И всю Эту Тропу Заливало Но сегодня Шторм Уже Нет Поэтому Хоть и Мокро Но Пройти Можно По веревке Ну по веревке Ну там Предполагалось Что лестница Есть Видишь Она так Как бы Идет Вот Вот Здесь Торжественный Вход На Тропу Колицына Для Нас Это Выход Именно За этот Вход Заходила Царская Семья В 1913 Году